МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существуем. Сибирские дизайнеры представили свои коллекции одежды и украшений. И новая серия проекта кинохроники Красноярия, как в 2000-м, выращивали осетра и развивали частное пароходство. И мы начинаем. Сотни красноярцев за чистое небо. Митинг в защиту экологии прошел сегодня в сквере Серебряный. Люди собрались, чтобы еще раз напомнить властям, что в городе нечем дышать. Количество дней НМУ не уменьшается, а ощутимых сдвигов после подписания резолюции прошлого митинга так и нет. Прямо сейчас сюжет с места событий. Мы должны дышать чистого неба над нашей головой. Мы не должны дышать этой химозой. Мы за чистое небо. Сегодня эта фраза со сцены звучала несколько раз. Люди на митинг приехали со всех районов города. Изначально организаторы планировали провести мероприятие на Красной площади. Но в администрации города это место не согласовали. В сквере Серебряный в итоге по подсчетам организаторов собрались почти 700 человек. По более объективным оценкам 400 красноярцев. Митингующие держали плакаты с лозунгами о чистом небе. Их, кстати, выдавали организаторы. А кто-то и вовсе надел респираторы. Стоит смок. Дышать же нечем. У многих сейчас аллергия, астма развивается. У меня у жены бронхиальная астма. Она совершенно не может дышать. Я коренной житель города Красноярска. В третьем поколении. Вера, допустим, вечером мы ехали в городе. В горле было першение. То есть жгут глаза? Выжигают глаза? Прям едешь, туда в город заезжаешь? Я не знаю. Куда дальше? Сегодня над городом стоит смок. Что еще раз доказывает, экологическая ситуация лучше не стала. Режим НМУ в Красноярске объявляют регулярно. Особенно тяжело дышать в безветренную погоду. Порой из-за смога не видно соседних домов. Официальные посты по забору воздуха так и не фиксируют загрязнений. Регулярно чувствую выбросы, регулярно чувствую какой-то непонятный запах. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы ребенок у меня жил в нормальном городе. И не уезжать отсюда, а жить в своем родном городе. Только таким образом мы можем добиться, опять же, каких-то сдвигов. Только так, вместе все объединяются. Вот такие митинги помогут? Он заправился с Олярой, там, где подещают. Я считаю, мало вероятно. К сожалению. Но при этом вы же сюда пришли. Он пришел, надежда есть. Проявое правительство нас поддержало. А так же, как и у всех. Подобные митинги – возможность еще раз сказать. Проблема есть, и на нее жителям не все равно. В последний раз красноярцы собирались 18 марта. Тогда же была подписана резолюция. Основные требования – перевести все котельные на природный газ, усилить контроль за выбросами, повысить штрафы за превышение норм, опубликовать данные по заболеваемости, которые напрямую связаны с состоянием окружающей среды, и запретить вырубку пригородных лесов. Активисты подчеркивают – работа идет, власть пошла на диалог. Появился министр экологии, ежедневно забирают пробы воздуха, хотят создать экологическую полицию. Но ощутимых сдвигов нет. Дышать все так же тяжело. Сейчас ситуация, знаете, как качели. Между-между. Либо мы все-таки добьемся, в плане требований, потому что к этому как-то идет. Либо, если мы будем равнодушны, качели качнутся обратно, и все остается на словах. От нашей консолидированной позиции зависит все. Мы не хотим плодить эти резолюции. Мы просто требуем митинга конкретизированное. Просто передадим, что мы хотим видеть работу. За ходом митинга внимательно наблюдал и исполняющий обязанности министра экологии края Владимир Часовитин. Присутствуем на этом мероприятии. Во-первых, послушать те предложения, которые, может быть, здесь прозвучат, для того, чтобы реализовать их в жизни. А во-вторых, сказать о том, что правительство Красноярского края и министерство предпринимает все усилия для того, чтобы лозунг, который находится за моей спиной, перестал быть лозунгом и стал явью. Кстати, мэр Сергей Еремин на митинг не пришел. Не было и других представителей городской власти. По итогу митинга был составлен документ, который передадут властям. По словам организаторов, если потребуется, вновь готовы выйти на митинг. Но создаются впечатления, что эта проблема волнует несколько сотен человек. Основная масса недовольных пока только в социальных сетях. Екатерина Лукашенко, Екатерина Погорелова, Сергей Малафеев. Новости ТВК. И продолжая экологическую тему. Лес около СФУ оставят нетронутым. Планы по застройке территории возле университета опровергли в пресс-службе учебного заведения. Напомню, возле университетской библиотеки на месте хвойного леса городские власти хотели возвести жилой комплекс с площадью 16,5 тысяч квадратных метров. Проект представили на общественных слушаниях по застройке кампуса СФУ. Но позже эти планы назвали ошибкой проектировщиков. В учреждении сослались на то, что в проекте изображены здания комплекса «Перья», которые уже построены в Студгородке, и возводить их второй раз якобы никто не собирается. Минэкологии на следующей неделе объявят первые торги на определение региональных операторов по сбору и утилизации мусора. Пока это три пилотных территории – Лесосибирск, Зеленогорск и Канск. Напомню, делается это в рамках федеральной программы, которая подразумевает создание единого цикла сборки мусора от конкретного клиента, сортировки отходов и их захоронения. И заниматься этим должна одна фирма. Всего до мая 2018 года найти регионального оператора должны на все 19 территорий края. Проект подразумевает серьезные инвестиции в строительство мусоросортировочных заводов и создание полигонов. Предварительно его объем только для Красноярска оценивается в 2 миллиарда рублей. Однако фирм, которые готовы вложить такие средства, в городе просто нет. В этих трех территориях, почему они пилотные, там есть все условия для того, чтобы эту работу начать. Там есть полигоны, там есть заинтересованные региональные операторы, которые хотят зайти на этот рынок. И поэтому будем объявляться. Условия документации позволят зайти и другим предприятиям, которые не наделены соответствующими объектами в этой зоне. Им единственное, что придется сделать, это упасть в цене. Тем самым, значит, тариф для населения будет ниже. Обогрев потолков в подъезде. Но это не коммунальное ноу-хау, а очередной креатив от проектировщиков, уверены жители дома на Свердловской. Месяц назад там заменили всю систему отопления в рамках капитального ремонта. Но теперь, по всем законам физики, батарея греет не лестничную площадку, а бетонные потолки. У нас всегда была такая жара дома, невыносимая. Вообще зимой. А сейчас еще морозов нету, мы замерзаем. У меня дети, мы одеваем детей, они у меня спят в колготках, в штанах, во всем, что угодно, потому что холодно. Жители Свердловской уже написали жалобу, но никакого ответа никто им так и не дал. Люди боятся, что подъезд начнет промерзать. Мы тоже попытались связаться с главным инженером этого проекта, но он не взял трубку. Новые технологии для привычных операций, для борьбы с онкологией. Красноярские врачи стали использовать уникальное оборудование. Испугалась человека, но еду приняла. Млеса вышла к людям на правобережье Красноярска. Вы смотрите новости ТВК, и мы продолжаем. Сегодня утром в Москве скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Он умер на 89-м году жизни, не дожив 8 дней до дня рождения, сообщают РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом пройдет в понедельник, 11 декабря, в Театре Ленком. А похоронят Броневого на Новодевичьем кладбище. Напомню, в сентябре 2012 года, во время гастролей в Киеве, Броневой был госпитализирован с острым инфарктом миокарда. Ему сделали операцию. И на сцену театра актер вернулся только в мае 2014 года. В 70-х Броневой сыграл Генриха Мюллера в сериале «17 мгновений весны». Также он снялся в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Небеса обетованны», «Формула любви», «Покровские ворота» и многих других. А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно! Вы мне плюнули в душу! Негодяи! Замечательно. Достойное восхищение. Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою. Но, чтобы так, за обедом на десерт и острый предмет, замечательно. За это вам наша искренняя и сердечная благодарность. Все свободны. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. И к другим темам. Новое навигационное оборудование для сложнейших операций на мозге и позвоночнике появилось в Красноярске. В Сибирском клиническом центре ФМБА прошло первое хирургическое вмешательство с применением сенсорных и навигационных аппаратов. Алена Крашенинникова расскажет подробнее. Оно располагается как раз рядом со всем. Вот здесь вот находится моторная зона головного мозга, которая отвечает за движение руки и ноги. Также отвечает здесь совсем недалеко зону, которая отвечает за речь. Одну из самых сложных операций удаления опухоли головного мозга сегодня проводят врачи ФМБА. Подобное вмешательство это всегда риски. Чтобы свести их на нет, в Красноярской больнице приобрели навигационный аппарат. Врачи рассказывают, он с помощью снимков МРТ и сенсорного мониторинга формирует полную картину опухоли в точности до миллиметра. А во время операции направляет врача в нужный участок. Те навигации, которые раньше были, необходимо было больную с метками специальными отвезти на компьютерный томограф. Сделать сначала там сканирование уже с метками. Потом эти метки все тестировались уже в операционной. Все это могло занимать много часов. Сейчас, во-первых, мы бреем у пациентов только то место, которое будем оперировать. Что для женщин это тоже важно. И нам нет необходимости на них наклеивать метки и вести в компьютерный томограф. Тестирование и навигация происходят, как видите, прямо здесь в операционной. Специалисты рассказывают, опухоль всегда удалялась вместе со здоровыми тканями, чтобы исключить прогрессирование болезни. А с таким аппаратом отследить и удалить можно только больные ткани. А это значит, что и разрез меньше, и удалять все волосы на голове не нужно. Помочь смогут и тем, кто ждет операции на спинной мозг. Использовать аппарат предлагают и для лор-операций. Еще один немаловажный аппарат, который участвует в этой операции, это вот такой экран нейромониторинга. На нем видны все прикосновения к пациенту, благодаря электродам, которые к нему присоединены. Если доктора вдруг приближаются к опасной зоне, аппарат издает вот такой вот предупреждающий звук. Датчики очень чувствительные, регистрируют даже малейшие прикосновения извне. Мы сразу увидим, что конкретно какая-то область, да, в зоне иннервации, допустим, руки и ноги, да, страдают. То есть это сигнал для хирурга, что нужно либо остановиться, либо изменить какую-то тактику дальнейшей операции. Врачи рассказывают, новое оборудование позволит проводить даже самые экстренные операции. Более того, раньше опухоль удаляли чаще в Москве и в Томске. Но квоту туда получить было сложно. Теперь лечь на операцию и наблюдаться можно в Красноярске у своего же лечащего врача. Специалисты говорят, что готовы в год оперировать до 400 пациентов. Алена Крашенинникова, Владимир Антонов, Новости ТВК. Лиса вышла к людям. Красноярцы заметили дикого зверя по дороге в Бобровый лог. Это видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что лисица испугана и мечется по проезжей части. Но еду, которую ей кинули водители, она все-таки взяла. Напомню, специалисты неоднократно предупреждали, кормить диких зверей опасно как для человека, так и для самого животного. Все равны и все вместе. Большой спортивный праздник для самых разных детей. На площадке Таташев парка прошла инклюзиада. Новая серия проекта кинохроники Красноярья. Возвращаемся в 2000 год. Новости ТВК. Мы продолжаем. Дошкалята учат малышей. В одном из детских садов в Правобережье обучают по специальной программе. Старшие дети следят за младшими, помогают им и играют вместе. Необычные группы практикуют уже 20 лет. Познавать мир ребятишкам помогают бизи-борды. Это специальные развивающие модули, при помощи которых дети усваивают правила безопасности, тренируют моторику и логику. А свой опыт старшие товарищи передают малышам. Каждый день новый модуль и новая тема. Времена года, цифры, буквы, приборы. Хоть в группах дети от 3 до 7 лет, по словам воспитателей, разницу в возрасте при общении они не чувствуют. А когда приходит пора идти в школу, детям переход дается гораздо легче. Они становятся раскрепощеннее, говорят специалисты. Глубже мыслят, но в то же время понимают, что такое ответственность. Есть любимчики у детей, у старших, которые, например, могут выбрать для себя ребенка и ухаживать за ней. Одевать ее, раздевать обязательно, помочь там подняться по ступенькам. То есть здесь можно наблюдать весь цикл семейных отношений. Дедовщины нет? Нет. Дедовщины у нас нет. Мы все равные, больше тысячи человек. Сегодня собрались на острове Татышев на городской инклюзиаде. Соревнования сборных команд проводят в Красноярске во второй раз. Для чего нужны такие праздники в сюжете Маргариты Дюбановой. Молодец, молодец, молодец. Молодец. Хорошие результаты. Даже успевает еще посещать театральную студию, рассказывает его мама Лариса Мельникова. Илья у нас с малышами перетягивал канат, помогал им. Он у нас взрослый уже мальчик, и ему нравится катать. Он любит катать на санках детей. То есть он любит уже общаться. Он на равных со всеми общается. Но он себя не чувствует особенным. Он такой же, как и все равные. Учатся быть равными не только ребята с инвалидностью, но и здоровые дети. Дети, которые не имеют ограниченных возможностей здоровья, которые не имеют инвалидности, они понимали, что бывают люди, которые с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, но они такие же, как все. И с ними можно так же играть, так же заниматься, так же проходить квесты, так же дружить. Инклюзиада собрала почти тысячу участников. И это в три раза больше, чем в прошлом году. Причем у праздника нулевой бюджет. Организаторы рассказывают, звали всех. Школы, детсады, интернаты. Важно, чтобы дети умели общаться с разными сверстниками. Показать ту модель, что мы все вместе должны на равных жить в социуме, без барьеров, без косых взглядов. То есть это такая модель общества в миниатюре. У нас выросло целое поколение, которое не видело инвалидов, и оно не знает, как вообще с ними правильно взаимодействовать. Поэтому бывают косые взгляды, не потому что мы плохо воспитаны, а потому что у нас реально нет такого опыта. И чтобы этот опыт был, с красноярцами работают волонтеры. По их словам, в нашем городе люди с повышенными потребностями уже активно включены в общественную жизнь. Но еще необходимо время, чтобы они стали полноценной частью общества. Маргарита Дюбанова, Александр Тропин, Новости ТВК. Более 60 продавцов под одной крышей. В Красноярске прошла ярмарка «Продовольственное кольцо». Местные производители привезли товары на любой вкус. Мед, хлеб, молоко, мясо, выпечку, а также свежие фрукты и овощи из Емельяновского, Сухобуземского и Енисейского районов. Развлекали посетителей во время покупок выступления творческих коллективов. Купил творог свежий, только сваренный. Вот узбекскую лепешку к столу. И сам суп попробовать. А еще масло взял, понравилось, вкусно. Валахтинский взяли мед. Вкусный тоже. Так что очень все здесь, оно понравилось. Эпицентр сибирской моды. В Красноярске открылся сибирский фэшн-маркет. Выставка дизайнерской одежды и украшений исключительно местного производства и только для женщин. Модное место посетил наш корреспондент Илья Филонов. Подробности в его сюжете. Это настоящий храм моды, где есть боль. Терпимо. Большие деньги. От двух до десяти тысяч. И соблазн. На самом деле, наверное, это единственная модель, которая в наличии более такая дерзкая. Но в зависимости от образа, я думаю, кто-то сможет и это надеть. И все это ради красоты. Покажете нам, что приобрели? Жилетик. Замечательный. Разнообразие жилетов, как и других вещей, здесь просто поражает. Можно найти платья, кофты и бижутерию на любой вкус. Причем настоящие модницы день тратят на выбор, а только потом приходят и покупают. Есть здесь и вечный тренд изделия и ручной работы. Кольца бренда «Истомин», например, выполнены из стабилизированной оленьей кости. Это специальным образом обработан, пропитан материал. Ну, такими специальными веществами, так скажем, да, которые запечатывают все поры, фиксируют краситель. То есть в эти изделия уже внутрь не проникнет вода, и краситель из них тоже никуда не денется. Самым недооцененным элементом одежды дизайнеры считают портупеи. Многие модницы обходят их стороной, полагая, что кожаные лямки пошлят образ. Здесь с радостью развеет этот миф. На самом деле есть разные направленности. Можно использовать как в сексуальном характере, так сказать, а также подобные модели, как с бабочками. Они более женственные и, в принципе, не выглядят пошловато. Эти и другие элементы одежды можно умело вписать в любой образ, особенно в актуальный сейчас новогодний лук. И для этого необязательно искать именитого западного дизайнера, уверен руководитель проекта. Изначально была идея популяризация дизайнерской одежды в сибирском регионе. То есть, ребят, мы есть. Мы крутые, классные, мы своеобразные. И мы здесь в Красноярске, в Новосибирске, в Иркутске, в Кемерово, в Томске. И Красноярск, конечно же, мы хотим сделать центром сибирского, скажем так, фэшн-индустрии. Ну и в погоне за с ног сшибательным новогодним образом не стоит забывать и о зимнем отдыхе. Например, покататься на лыжах в Приисковом, Шерегеше или Иргаках. Бесплатную поездку выиграть туда можно здесь же. Для этого нужно сделать селфи на этом фоне, отметить аккаунт ребят в Инстаграме и набрать как можно больше лайков. Работать в фэшн-маркет будет еще завтра. Расположен он на втором этаже галереи Енисей, вход платный. Илья Филонов, Александр Тропин, Новости ТВК. А прямо сейчас, как всегда по субботам, проект Натальи Кетчиной «Кинохроники Красноярья». Сегодня о том, как разводили осетров в Красноярском крае и о развитии частного судоходства. Красная рыба и черная икра всегда были символами природных богатств России. Сегодня уже бывших богатств. В 90-е годы из-за невиданного разбула браконьерства с российским красноголовьем случилось то, что ученые называют разгромом осетрового стада. В 2000 году ловы на одну сеть упали более чем в пять раз. Размер вылавливаемой рыбы сократился в два раза. Сумароковский перекат недалеко под Каменной Тунгуски считается северным нерестилищем и несельских проходных ценнейших видов – осетра, нельмы, омуля, максуна. Специалисты говорят, место это уникальное. За полторы-две тысячи километров рыбы приплывают метать икру именно сюда. Самым эффективным способом сохранения ситровых признано их искусственное воспроизводство, над чем и работали сотрудники Белоярского рыбного завода «Штовхакасии». В 90-е годы здесь, в Туруханском районе, развернули свою базу и специалисты НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов и наземных биосистем. Начало технологической цепочки – отлов производителей. Затем, как в роддоме, стимулирующий укол и кесарево сечение. Кстати, в самих рыбных хозяйствах, где имеются маточные стадои, где каждая самка на счету, разрез, зашивают и через неделю рыба плещется, как и до операции. Полученную кропол дотворяют, загружают в изотермические контейнеры, после чего и как можно быстрее доставляют Красноярский Абакан в рыбоводные цеха. Там икра инкубировалась, и на свет появлялась долгожданная молоть мальки. В 2000-м в рыболовных цехах Института экологии выведено 400 тысяч мальков осетра и 80 тысяч стерлядей. При всех потерях около 10% пополнили в будущем официальную статистику промыслов. В сентябре молоть выпускают в природный водоем. Остается надеяться, что осетровые, пережившие когда-то своих современников-динозавров, благодаря ученым переживут и затянувшиеся российские реформы. Моя барусечка, а все так кружится, и как приятно, хорошо мне танцевать с тобой одной. Еще один герой фильма Илья Фабриченко, прошедший все ступени от матроса до капитана, во времена безденежа, пароходство решил круто изменить свою жизнь, купил теплоход. Впрочем, теплоход очень громко сказано. Купил, как сам выражается, ванну, в которой было 17 пробоин. Бывший корабль-колхозница Илья Фабриченко реставрировал до неузнаваемости и назвал Марусей. В честь русской женщины-труженицы. Пункты назначения Маруси – северные приенесейские деревни и поселки. Там ждут груз заказчики, владельцы местных ларьков и магазинчиков. Груз – это колбаса, пиво, мороженое, фрукты и много другое, что еще несколько лет назад для сибирян было в диковинку даже в навигацию. Редкий случай, когда в сюжете этой рубрики мы можем констатировать, все фигуранты репортажа 17-летней давности не процветают, но живут. Дни и экологии рыбохозяйственных водоемов в следующем году исполняется 110 лет. Специалисты по-прежнему занимаются в том числе разведением ценных пород рыб. Хоть и количество рыбоводных цехов существенно сократилось. И боевая подруга Ильи Фабриченко Маруся до сих пор на плаву. По-прежнему она снабжает северян самым необходимым. Слабовольные сбежали и остались. Истинные северяне живут, которые уже никакой жизни не мыслят без севера. Моя поросечка, пожить так хочется, я ведь дарю тебя, моя любовь моя. Наталья Кичина, Новости ТВК. Проект создан при информационной поддержке красноярского кинографа. Редактор субтитров А.Семкин